здравствуйте дорогие друзья сейчас мы с вами рассмотрим на картах таро такую обстановку которая произошла с грифом и с народом возле машины что это такое было и если предупреждение грифом по поводу встречи с народом могут как бы так у меня получилось вступление вот сейчас посмотрим вот она стрелка как бы теперь это гриф как он подумал об этом что это как это а это народ значит начали так раз два три четыре ну так получилось да что он столкнулся с молодыми мужчинами так это гриф на тот момент какой он был мужественный сильный такой вот крутой мачо тут обыкновенные мужчины со своим мнением и что из этого да может быть дальше просто сейчас карты могут показать знаете как настроение каком был настроение греев и мужчины что они имели ввиду при данном разговоре ну вот вот она стрелка это грех это люди и что же будет что же будет вот они встретились возле белой машины смотрите это хорошо да это время подошло к тому что с двух сторон было опасно для двух сторон но тут получается может охранники и вот тут люди как бы при своем возбор возмущение встретились на данной стоянке королева жезла и сила тут смотрите лидер да тут получается это территория да можно сказать связана с огнем да но тут вышла борьба кто кого или же нужно было преклониться прижаться извиниться или же нужно было как бы эту ситуацию вызвать на конфликт но но тут как бы вышла обстановка можно сказать благоразумие потому что королева жезлов может быть еще как благоразумный поступок ну разошлись благоразумно как бы при опасной ситуации грех в каком состоянии он был его настроение мания величия гордо стоя на одной ноге он все-таки оперся например об охрану которая его защищала но он был нерешительный он при своей как при своем величии испугался все-таки если бы вышел 15 аркан знаете как или же фемида а так получается да она величие вылезла все свое показала но неустойчивая ситуация так теперь деньги он богатый человек и он хвастался тем что это его земля стихия земля деньги это моя территория и я делаю то что я хочу и он испугался все таки это была напряженная обстановка я хочу вам сказать для него было это шок это горящие дерево то есть 16 аркан тем более смотрите вышли две королевы это сплетни это получается бурные дебаты произошли на этой точке эта точка была опасна и для него и для этих людей так теперь смотрим мужчины которые были на этом месте судьба сплоченность все вместе несмотря на то что что это тяжелая обстановка для них оказалось а но эти люди ребята смотрите королева мечей королева пентакли королева жезлов и королева мечей тут получается коса на камень кто кого и люди смотрите были все таки вооружены своими вооружены на язык они ему предъявили какие-то свои требования или же был ну будем так говорить свой базар да они подняли свой базар и знали что ответить этому графу который говорил что это его земля королева динарий теперь 12 аркан смотрите если вышел 12 аркан они себя сдержали сдержали не хотели быть жертвой данной обстановке но напряженная обстановка все-таки была на тот момент и что же будет что же будет с этой истории этой истории смотрите все-таки вышел 15 аркан это опасная ситуация была и для греха ведь этот башня башня то есть дерево и дьявол и для этих людей они понимали что не хотели жертвовать собой сжатая обстановка притеснения унижения и знаете тут можно так сказать что каждый остался при своих интересах но очень место было очень опасная для двух сторон если бы кто-то сорвался бы например не захотел жертву пожертвовал бы собой могло бы быть еще и хуже тут еще из-за каких-то денег они поругались но что-то что-то личное как равновесие и тут знаете в этом сражении но можно сказать просто это мечи в этом сражении есть то что еще может это повторится и еще раз говорю чтобы что потому что два сражения до сражения они сражались а но ситуация проиграла с тем что она может еще раз повториться значит для греха будет большой урок это всех сторон касается что повторная ситуация возможно еще для грифа это только начало значит люди начинают понимать что где и когда что-то исполняет и кто где и когда оказывается в нужный час ответить кому-то ну еще вот так вот время покажет время подскажет можно так сказать так теперь я беру цыганский оракул так вот цыганский оракул смотрите да вот вышли три королевы вообще это вот как женская да вот как бы 3 масти но тут получается где знает двое знает и свинья есть выражение если повторяется вот так у три карты смотрите три дамы я сказала знает и свинья эта обстановка была создана искусственно кто-то специально подвел этих людей и греха к инциденту можно так сказать то что дьявол есть обман и в этом обмане кто-то кого-то сдержал но получается кто-то кого-то подтолкнуть хотел на крупный разговор с грехом и с обществом ну вот так вот где знает двое знает и свинья ну значит греха специально подтянули чтобы произошла опасная ситуация поэтому эта игра игра и получилось а не впустую нет она дала урок этим двум сторон это подстава теперь цыганский оракул расскажи пожалуйста про инцидент который произошел вот смотрите друг друг при своих деньгах без жены друг без ну мы говорили про измену да тут двое и 1 до королева смотрите этот мужчина как бы друг при своих деньгах разведенный человек создал эту обстановку он как бы хотел кому-то угодить друг и он при деньгах в общем это подлина подлина для грифа знаете видимо хотели чтобы были жертвы чтобы кого-то закрыли до а потом сказали смотрите грех за правду да мы чем можно так еще сказать ему действительно грозила опасность смотрите при неустойчивой позиции где он сильно нервничал он тоже не ожидал ну получается его подставил его же друг так теперь вот она эта стрелка эта стрелка обговаривалась за столом у кого-то гре в курсе этой стрелки для него это несчастье ведь башня и горящие дерево это его подставили так вот эти люди которые пришли они в курсе были любовь и они как бы проявили свою это любовь может быть уважение находясь на своем объекте можно так сказать они полюбовно где-то там начали с ним общаться полюбовно и что же из этого разговор начался базар давно так по-современному скажем начался базар и в этом базаре через какого-то друга высокопоставленного для грифа это несчастный случай назовем его так чем обернется служанка тут получается смотрите его друг это служивые но его телохранители были рядом возле него вот эти люди которые полюбовно как бы по-своему начали с уважением с ним общаться и держали держались гордо они не унижались перед ним видите да гордость почет уважение постоянство гордо стояли с уважительным тоном общались с этим гражданином но он испугался вам хочу сказать огонь 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 земля охрана в общем вот так вот а тут вышел у нас шут смотрите шут и башня да возможно ли еще какой-то инцидент для грифа на будущее с народом да возможно еще встречи это встречи с людьми получается ищущие удовольствие с нетрезвом состоянии люди теперь будут на него наезжать так он дал слабинку смотрите вот этот экзамен он не сдал люди держались гордо гордо и с уважительным тоном общались с этим гражданином значит повторной ситуация будет теперь он дал себе слабину слабину так вот если это искусственная ситуация кто почему это человек друг да с деньгами разведенной со своим почтением до или уважительным человек данные ситуацию поддержал и хотел грифа унизить это охранник смотрите ну будем так говорить это высокопоставленное лицо какое-то этого города может или начальник охраны какой-то скорее всего начальник начальник охраны которые это место заведует и он разведенный до при своем высокомерии в курсе то что произошло можно так сказать так теперь на удачу грепу госпожа удача для кого ты добрая для кого иначе смотрим для кого ты добрая для кого иначе так теперь удача для этих людей грепа и для этих ребят они не вставали на колени как некоторые они гордо держались и обидно что русский народ стоит на коленях и на камеру что-то просят это очень как-то не так ну может так так кто знает кто так поступает каждому свое так раз два три четыре госпожа удача для кого ты добрая для кого иначе грех печальной смотрите грустный он что-то пошло не так это судьба сказал он сам себе предательство его кто-то все-таки подставила ребята кто-то он почувствовал он сейчас там у себя шухер будет наводить все получается вот он вот он он видимо еще будет там с кем-то созваниваться чтобы вычислить этого гражданина теперь госпожа удача для мужчин ученые эти ребята пусть даже без образования мы будем так говорит зато имея свое достоинство и уважение к себе можно так сказать две карты кармически не стали быть не стали унижаться вот я правильно стала жертвой они не умны ведь и хоть и они без образования но пусть даже пусть закончили 10 классов 11 без высшего образования люди не стали жертвами кармическая задача они не унизились и уважение к себе они имеют в общем вот так вот вышли карты в общем это подстава грека подставили еще мы такие карты вышли теперь вот этот гражданин его уволят с должности все пусть он даже знаете как бы невзначай знал об этом но не не повлиял на ситуацию его уволят 13 арка не смысле кто-то умрет вот тут получается должностное лицо а может лишиться должности вот так вот все спасибо что посмотрели до конца и гриф получается очень эмоциональный гражданин вот так вот все спасибо всего вам доброго благодарю я за материальный успех который мне подарили наталья т и у баре и валерий л желаю вам здоровья долгих лет жизни и хорошего настроения для валерия л и для наташи те кто посмотрел до конца хорошего также настроения будем следить за событиями и будем посмотреть как говорят в одессе значит компания не за горами для графа сейчас пойдет телега спасибо всех вам благ